Господи Боже мой, на Тяу-побах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня в пятницу за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 12, стихи с 1 по 8. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время Оно, иди, Иисус, в субботы сквозь сеяние, ученицы же Его взалкашися и начаши востерзать им классы и ясти. Фарисеи же, видевши, реши ему, все ученицы твои творят, Его же не достоят творите в субботу. Он же рече им, нести ли чли, что сотвори Давид, егда взалка сам, и сущие с ним. Како в ниде в храм Божий и хлебу предложение с ниде, их же не достоин обе ему ясти, несущим с ним токма и иреем единым. Или нести чли в законе, яко в субботы священницы в церкви субботы сквернят, и не повинни суть. Глаголю же вам, яко церкви боли есть зде, а чили бысти ведали, что есть милости хащу, а не жертвы, ни коли же убобысти осуждали не повинных. Господь бы есть, и субботы сын человеческий. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему, вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу. Он же сказал им, разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлеб и предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? «Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных, ибо Сын человеческий есть Господин и субботы». На обратном пути в Галилею, в одной из суббот, Господь проходил со Своими учениками через засеянные поля. Примечательно, что фарисеи почти везде и всегда следовали за Иисусом Христом, отслеживая каждый его шаг и придираясь ко всякому нарушению их обычай и преданий. «Следовали они за Спасителем и теперь, и когда, увидев, что проголодавшиеся ученики его срывали колосья, растирали их руками и ели зерна, тотчас же заметили, «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу». Христос в ответ на обличение фарисеев процитировал им события из Ветхого Завета, изложенная в 21 главе Первой книги царств и повествующая о том, как Давид и его спутники, гонимые Саулом, пришли к Номову, к священнику Авимелиху и просили у него хлеба для утоления голода. У священника не было простого хлеба, и потому он дал Давиду хлебы-предложения. Хлебами предложения назывались 12 хлебов, которые клались каждую субботу на особом столе из массивного золота, сначала в Скинии, а после в храме, перед Господом от сынов Израилевых. Хлебы как бы предлагались Богу, перед которым были положены, и потому получили название хлебов предложения. Каждую субботу их заменяли новыми хлебами, а снятые должны были есть священники на том святом месте, где они были положены. Борис Ильич Гладков пишет, «Если мучения голода, которые испытывал Давид, заставили первосвященника нарушить закон о хлебах предложения, если таким образом помощь ближнему в нужде выше соблюдения буквы закона, как милость выше жертвы, то и ученики Христа, утоляя свой голод зернами и срываемых колосьев, могли нарушить закон субботнего «ничего не делания» в том его виде, как понимали фарисеи». Затем Господь открывает источник несправедливого осуждения. Это ложное понимание требований закона Божия. Если бы фарисеи понимали, что сострадательная любовь к страждущему выше преданий и обычаев, то не судили бы невинных, срывающих колосья ради утоления голода. Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники нарушают субботу, однако невиновны, но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Архиепископ Аверки Таушев поясняет, «Не человек создан для субботы, а суббота дана человеку для его пользы. А то, что закон о субботе не является запрещением что-либо делать вообще, видно хотя бы из того, что в храме священники по субботам закалывают жертвенных животных, снимают с них шкуры, готовят их к принесению в жертву и сжигают. И они, однако, невиновны в нарушении субботнего покоя. А уж если служители храма невиновны в подобном нарушении, то тем более невиновны служители того, кто выше храма и кто есть господина субботы, властны отменить субботу так же, как он и установил ее». Но, как видно, все внимание фарисеев было направлено на одни только жертвы и установленные преданием обычаи. Фарисеи перестали понимать, что суббота дана человеку для достижения высших нравственных целей, для проявления своей любви к ближнему, для совершения добрых дел. Они забыли, что нельзя приносить в жертву букве закона то, что составляет цель и назначение человека. А потому Спаситель замечает «Милости хочу, а не жертвы». Этими словами он научает тому, что высшее служение заключается не в принесении жертв и разных других обрядовых действиях, ради которых отменяется суббота, а в делах милосердия и любви, которые должны быть выше обрядовых действий. Александр Павлович Лопухин замечает «Милость ставилась выше жертв даже в ветхозаветном законе, данном соответственно жестосердию иудеев». Тем более, она должна была ставиться выше жертв теперь, когда большее в сравнении с ветхозаветным законом наступило. Осуждение невинных со стороны фарисеев происходило не вследствие незнаниями Писания, но от недостатка сердечной любви. Строки сегодняшнего евангельского чтения призывают нас задуматься о том, что можно усердно читать Священное Писание, знать его наизусть, но не понимать его истинного смысла. Нам же, дорогие братья и сестры, остается помнить, что добрые поступки, проявление милосердной и сострадательной любви и служение к ближнему превыше всего. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, на Тяуповах спаси мя от всех гонящих мя, избави мя! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok